Игры одна из самых прибыльных сфер в наше время. В 2020 году небезызвестный конвейер Ubisoft заработал почти 2,5 миллиарда евро. Это колоссальная сумма, способная тягаться с автокомпаниями и даже нефтедобывающими корпорациями. Несмотря на то, что в мире еще остались люди, которые верят, что игры это для детей. А на деле гейминдустрия процветает и будет развиваться во все стороны, вплоть до киноэкранизаций. С Соника мы уже посмотрели, съемки ТВ-версии Borderlands не так давно подошли к концу, а Педро Паскаль сейчас вовсю спешит к цикадам. Но как насчет старых добрых расхитителей гробниц? В сети появился первый трейлер экранизации Uncharted. И нам есть, что вам рассказать. Является ли фильм каноном, о чем вообще будет сюжет? И где усы Салли? Ответы и многие другие вопросы мы дадим вам прямо сейчас. Кстати, а какую игровую экранизацию вы ждете больше всего? Обязательно напишите об этом в комментах. Ну а мы погнали! Для начала давайте вообще разберемся, что из себя представляет Uncharted. В далеком 2007 на старенькой PlayStation 3 вышла первая часть приключенческого боевика, рассказывающая нам о похождениях Нейтана Дрейка, заядлого авантюриста и искателя приключений. Все вышедшие игры серии слабо связаны между собой сюжетом и лишь имеют пару-тройку постоянно появляющихся персонажей, которые на регулярной основе решают ввязаться в очередное опасное приключение. Есть у Нейтана и друг-напарник, который является ему кем-то вроде отца по имени Виктор Салли Салливан. И парочка любовных интересов, на которых мы не будем подробно останавливаться, дабы и не спойлерить лишнего. Короче, сколько бы вам не было лет, вы и так должны прекрасно понимать значение словосочетания «приключенческий боевик». Ведь либо вы играли в Uncharted или Tomb Raider, либо смотрели похождения Лары Крофтовны или, в курсе, кто такой, Индиана Джонс. Все эти фильмы схожи по своей концепции, по строению сюжета и общей направленности. Что касается будущего фильма, то за прошедшие 13 лет этот бедолага многого натерпелся, ведь его разработка началась еще в 2008-м. Из самого своего анонса он сменил 7 режиссеров из десяток сценаристов. А когда все вроде бы нормализовалось и был намечен хоть какой-то план, съемки встретили еще более серьезного противника в лице ковидных ограничений на производство. Поэтому очень долгое время мы не решали сделать ролик об этом фильме, поскольку экранизация Uncharted буквально говоря и есть ярчайший представитель кинопроизводственного ада. Но, к сожалению, теперь перед нами есть первый трейлер и мы смело можем говорить об официальных подробностях. Ленту срежиссировал Рубен Флейшер, известный по «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Главные роли же отошли Тому Хохланду, который сыграет молодую версию Нейтана Дрейка, и Марку Анаболику Волбергу, который в будущей экранизации воплотит образ Салли, при том, что изначально именно он должен был сыграть Нейтана. Многие поклонники игровой серии могут быть запутаны хронологией событий и экранизаций. Дело в том, что действие на картах не значится, происходит до событий первой игры, что все немного усложняет. Если копать глубже, то в игре 2007-го Нейтану Дрейку 31 год. В третьей части он на два года старше, а во флешбеках, где главный герой впервые познакомился с Салли, ему 15. И где-то между первой встречей и началом первой игры Нейтан успевает отправиться в пару приключений. В некоторые с Салли, а в некоторые со своим старшим братом Сэмом. Сводя все концы и учитывая возраст Тома Холланда, можно сделать вывод, что события фильма происходят где-то именно в этот неисследованный играми период до событий первой части. Но есть и другая проблема. Никто вообще не говорил, что фильм это часть игровой вселенной. Да, перед нами те же знакомые герои, но даже в самом трейлере мы видим несколько противоречащих играм моментов. Первый из них – встреча Салли и Нейтана. В играх было четко показано, что герои впервые познакомились в Колумбии, где Нейтану было всего-то 15. А тут Хохланд вовсю работает барменом, да и самому актеру стукнуло уже 25, и сама встреча происходит где-то в Нью-Йорке. Да и старший брат Дрейка, Сэм, по-видимому, пропал гораздо раньше, чем в играх. И именно где-то во время поиска сокровищ Магеллана. В Соне работают далеко не глупые ребята, и они явно не просто так запихнули уже в первый трейлер кучу неканоничных хронологических моментов, чтобы в комментариях все их заваливали гневными сообщениями в стиле «Это не канон!». В конце-то концов первая игра вышла в 2007, и нынешний технологический прогресс стоит куда выше идеи в сюжете оригинальной игры. Вспомните недавнего Джеймса Бонда с его самолетом на магнитах и часами с Эмми, и сравните его с утраченным ковчегом, и поймете, насколько эти фильмы разные на сегодня. Поэтому, как выразился сам режиссер картины, его фильм создан как для поклонников франшизы, так и для новичков, на которых, очевидно, будет сделан особый акцент. В самом начале трейлера мы видим, как Нейт и Хлоя Фрейзер исследуют какой-то древний храм или склеп. Вместе с кадрами с факелами все это дико напоминает дух старой доброй индианы. В песке парочка обнаруживает некую зарытую карту, которая должна будет привести героев к сокровищам. Очевидно, что это кадры из второй или даже третьей части фильма, поскольку первая треть явно будет сфокусирована на происхождении героев. Далее мы видим первую встречу Нейта и Салли, о которой мы уже говорили вам ранее. Момент задает легкий и комедийный тон трейлеру, который явно будет присутствовать и в самом фильме. Что еще любопытно промо-ролик несколько раз делает акцент на кольце Нейтана, которое имело особую роль в играх. Там оно принадлежало пирату-мореплавателю Фрэнсису Дрейку, от которого герой позже и возьмет свою знаменитую фамилию. Возможно, так нам намекают на то, что корни игровой франшизы не забыты, и знаменитый пират все-таки сыграет свою роль в первой или даже будущих частях киноэкранизации. После этого можно заметить кадры с Нейтом на лодке и его сольное путешествие в какую-то пещеру, где ему удается найти затонувшие корабли Магеллана. В этой части хочется особенно похвалить Сони за прекрасную прорисовку деталей и графику, за которую не стыдно поаплодировать. Но не стоит думать, что нам в первом же трейлере спалили финальную локацию из фильма. В играх герои частенько путешествовали по десяткам различных экзотических мест, прежде чем добирались до финальной точки. На последующих кадрах нам несколько раз показывают главного злодея фильма в лице Антонио Бандераса. Жаркий испанец по-прежнему оправдывает поговорку про хорошее вино. И с годами ему действительно больше всего идут роли антагониста, в чему лично мы очень рады. Увы, нам не рассказали о том, как зовут его персонажа, но вполне возможно, что он играет совершенно новое лицо во франшизе. Далее следует нарезка экшен-моментов, судя по которым нас ждет много подводных сцен, а также несколько крутых головоломок. А ближе к концу трейлера Том Холланд примеряет на себя полностью каноничный костюм Нейтана Дрейка из игровой серии. Классическая белая толстовка с закатанными рукавами, кольцом на шнурке на шее, кобурой через плечо и, конечно же, пистолетом, нацеленным и готовым к стрельбе. В самом финале ролика фанаты игр наверняка заметили буквально покадрово скопированную сцену с падением из самолета с участием связанных тюков с грузом. Последовательность падения и действий, внешний вид всего, что происходит на экране – довольно точная копия сцены из третьей части франшизы. Конечно, это еще одна палка в колеса канона серии, но, как мы уже сказали ранее, никто не обещал полной точности. Ну и буквально за секунду до конца ролика геймеры могли словить еще одну мини-гениальную отсылку. В момент, когда Нейтан уже вроде бы сумел побороть физику и забрался на борт самолета, на него начинает двигаться машина, в связи с чем в идеально затаймингованный момент герой произносит фразу «вот дерьмо», что является отличной отсылкой. Таким образом, в активе придирчивых фанатов, которые обязательно найдутся, уже есть несколько каноничных моментов, знакомые герои и дух старого доброго приключения в поисках утраченного сокровища. Да еще и актерский ансамбль подобран крайне удачно. Как ни крути, но толерантная версия Лары Крофт с Алисией Викандер была обречена на провал, в то время как Паучок отлично смотрится в каноничном костюме и вполне себе еще может тянуть новую франшизу лет это к 10-15 точно. А этой зимой вы точно будете видеть его лицо постоянно, ведь сначала нас ждет триквел Человека-паука, а потом в середине февраля должна состояться премьера Uncharted'а. К слову, русскоязычное название далеко не так плохо, как может показаться, учитывая буквальный перевод игровой серии. Кстати, а как вы относитесь к тому Холланду в образе молодого Нейтана Дрейка? Вы за такую смену привычного образа? Или лучше бы, чтобы героя сыграл Нейтан Филлион? Обязательно напишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Uncharted на картах не значится, это новая глава в истории всех приключенческих боевиков современности. Версия Лары Крофт из 2018-го была крайне холодно принята зрителями, в связи с чем ниша расхитителей гробниц осталась свободной. Ну а кадры со съемок пятой части Индианы так и вовсе доказывают, что франшиза себя изжила, ввиду возраста главных героев. Так что экранизация Uncharted'а это отличный шанс, чтобы дать зрителям возможность насладиться охотой за сокровищами и древними загадками ушедших цивилизаций. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok